Эти картины – результат работы художников, которые никогда не видели вождя пролетариата, но с ранних лет были окружены его изображениями. В то время оттепель его образ Владимира Ленина выражался более свободным, приближенным к жизни. Произошло отречение от устоявшегося стереотипа властности и тирании. Картины, созданные в 60-х, 80-х годах прошлого столетия, до сегодняшнего дня ни разу не выставлялись. При этом находились в фондах музея-заповедника «Горки Ленинские». Для нас, наверное, это один из проектов, который нас уже немножечко готовит, в том числе и к памятной дате столетия смерти Владимира Ильича. И одно из интересных направлений нашей работы – это, собственно, исследование визуального года 20-го века, визуальная культура 20-го века. И вот эта выставка тоже является одной из первых глав этого большого исследовательского проекта, который тоже получит продолжение в этом году. В экспозиции «Образ времени» образ вождя представлено 60 работ, выполненных в разных графических формах. Линогравюра, сереграфия, шелкография, афорт. Изображения Ленина представлены сразу в двух залах научно-культурного центра. Можно посмотреть, каким образом менялась иконографика вождя 70-80-е годы. Художники по-разному подходили к его образу. Это уже, с одной стороны, не Ленин 20-х годов, это не Ленин 30-40-х, и это абсолютно не такой советский штамп «Добрый дедушка Ленин». Это тоже не про это. Это про образ вождя и человека одновременно. Кураторы выставки отмечают. Ознакомиться с экспозицией будет полезным не только советским людям. Ради общего развития и изучения истории государства посетить ее стоит и молодежи. Молодежи, наверное, это становится, скажем так, с одной стороны непонятно, а с другой стороны их привлекает, потому что это неизведанная для них как бы сторона. В этом, наверное, есть какой-то интерес. Ну а дальше я всегда говорю так. Если, допустим, хорошо, если молодежь заинтересуется, значит это в дальнейшем, видимо, сподвинет их на то, чтобы узнать эту тему и более глубоко с ней познакомиться. Вот в этом, мне кажется, и есть смысл этой выставки. Открытие выставки вызвало большой ажиотаж. Первые посетители делятся впечатлениями от увиденного. Я первый раз на такой выставке. То есть я бывала на других, там я и читаю Третьяковку, там на Врубеле ездили. Здесь есть свои такие тонкости, есть какие-то определенные моменты по нанесению вот этой графики. В целом очень прям так масштабно, очень красиво. Я вдохновилась. Экспозиция проработает до 14 мая. Вход свободный. Юлия Погасьян, Сергей Ларин, Максим Константинов. Видно этого.